Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, это значит, что у нас рубрика, и сегодня это «Урбан». Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. «Урбан». Программа о городских проектах. Да, действительно, это программа о городских проектах. У микрофона Светлана Занько. Мой постоянный соведущий Дмитрий Николаевич Драный опаздывает немножко, но будет с нами. Я надеюсь, после первого перерыва. У нас сегодня тема, которую мы уже затрагивали в одной из программ. Это малые реки, которые текут в городе Кирове. Что с ними сделать, и можно ли вообще рассчитывать на то, что когда-то они будут ревитализированы. Ожидание жителей, возможности девелоперов и желание что-то с этим сделать администрации. Мы сегодня будем обсуждать на примерах, наверное, других городов, где подобная работа уже ведется. Поэтому тема сегодня звучит так. Оттолкнемся от речки, благоустройства городской среды, вблизи естественных водоемов. Но со всех сторон мы сегодня будем это рассматривать. Я так чувствую, что мы даже Вятку сегодня затронем, а не только Хлыновку с Люльченкой. И в связи с этим я пригласила сегодня в студию Александра Шклёду, архитектора члена Союза архитекторов России. Александр Елизарович, добрый день. Добрый день. Ивана Губина, директора Политехнического института Вятского государственного университета, нашего постоянного соучастника этой программы. Здравствуйте. Иван Владимирович, как выяснилось, вообще писал диссертацию по очистке малых рек. Да, был рекомендант. Так что да, специалист. Константин Крупенев, член рабочей группы по экологии при администрации города Кирова, исполнительный директор компании «Ажи Финанс». Константин, добрый день. Добрый день. Слушатели тоже знают Константина. Сейчас вот с другой стороны тоже узнают. Мы с ним вместе входим в эту группу по экологии при администрации. Я сразу же проинформирую слушателей наших, потому что в понедельник я ругала-ругала администрацию, которая отменила заседание рабочих групп в связи с празднованием победы «Единой России». Это правда, так и было официально сказано мне. Правда, вчера в общественной палате они оправдывались и говорили, что нет-нет-нет, все не так. Но обещали вчера всем членам общественной палаты, членам Комитета по экологии общественной палаты, что точно 100% группа будет официально оформлена, зафиксирована и так далее. Но посмотрим. На этот четверг отнесено наше как раз заседание по малым рекам. Вот мы сегодня прелюдию такую организуем, чтобы было ясное видение и у нас, и у наших слушателей, о чем мы, собственно, собираемся заниматься, и есть ли какая-то перспектива у нашей идеи. Итак, Люльченко и Хлыновка. Две реки, а их больше, на самом деле, в Кирове. Рек мы сегодня не пригласили специалистов, которые бы нам рассказывали гидрологические какие-то параметры, длину реки, сколько она течет по Кирову. А мы хотим рассмотреть с другой стороны, кто может быть заинтересован в том, чтобы революционировать реки, в том, что они были бы благоустроены, можно ли на этом заработать городу, бизнесу. Сколько это может занять времени, сколько на это потребуется денег и вообще, кто должен начать это движение. Ну, вот я бы хотела передать сейчас слово Константину, потому что я знаю, что Костя жил на берегу Хлыновки практически. Это такая твоя боль, да? И очень хотелось бы, чтобы что-то видоизменилось. Вот за это время, пока занимаешься этим вопросом, месяц-полтора, вот какое у тебя сложилось впечатление и чего хотелось бы, что хотелось бы видеть? Ну да, действительно, я до 20 лет прожил в поселке Новом, более широко известном как поселок Дурни. И я, в принципе, вижу, что было с рекой раньше, то есть там 20 лет назад, и то, что происходит с ней сейчас. И смотреть на нее больно. То есть она превращается в некую свалку, свалку мусора, свалку деревьев. И, соответственно, у меня есть некая такая гражданская позиция, что с этой проблемой надо что-то делать. И так случилось, что, да, я попал в группу при городадминистрации, которая занимает, по крайней мере, планирует заниматься данным проектом. И, соответственно, просто если раньше я склонялся к какой-то частной инициативе, то есть, условно, собраться там инициативной группой, что-то там почистить, но, по крайней мере, на данном этапе... Типа субботника, что ли? Ну, типа субботника, но, по крайней мере, на данном этапе я все же пытаюсь проработать более комплексное решение данной проблемы. Тем более, для этого есть определенные ресурсы. Существуют определенные федеральные программы, в которые город Киров может попасть и, соответственно, поучаствовать за федеральные деньги, по крайней мере, в очистке рек. Но для этого нужны также некие условия. Первое условие – это подать заявку, то есть, надо ее подготовить. Нужно потратиться на определенные экспертизы и, соответственно, параллельно разработать некий проект, потому что федералы выдают деньги только на очистку русла, то есть, на некий проект за счет городского бюджета, может быть, областного бюджета, на обустройку прилегающих территорий. Единственное, что у меня такое складывается впечатление, что у нас как бы на территории Кировской области вроде бы есть довольно много организаций, которые так либо иначе отвечают за какие-то экологические проблемы, это департамент экологии, потом, еще, к сожалению, все их не помнят, отделоводных ресурсов Камского бассейна, там городская администрация, но получается, что организаций вроде много, а никто не понимает толком, чем они занимаются, и у них между собой неопределены точки ответственности. — Так, давай вот здесь мы прервемся. Часто уже обозначил первую проблему, которая действительно, она там серьезная, эта проблема, ее тоже обсудим с разных сторон сегодня, это то, что ведомства не коммуницируют и не работают над единым каким-то проектом, там, в едином русле, потому что задачи не поставлены. — Да, то есть, я как бы основной задачей нашей группы вижу создать некие коммуникационные условия, и, условно говоря, с помощью, так скажем, общественности, но подопнуть, так скажем, все эти структуры, чтобы они в каком-то в едином порыве, там, в русле, то есть, предприняли какие-то действия, по крайней мере, какое-то желание улучшить текущее состояние с нашими реками. — Угу. Значит, сейчас на связи Алла Викторовна Албегова, директор Института химии и экологии Вятского государственного университета, советник губернатора в области по вопросам охраны окружающей среды и природопользования и экологической безопасности. Она тоже входит в рабочую группу пригородской администрации. Надеюсь, что существующую. Алла Викторовна, вы на связи? — Да, конечно, добрый день. — Да, Алла Викторовна, еще раз хотелось бы, чтобы вы озвучили возможность попадания в федеральную программу по расчистке малых рек. — Ну, смотрите, потенциальная и техническая возможность имеется. Для этого нужно подготовить заявку об основании, которое обычно делают органы местного управления. Заявка эта делается, подается в региональное министерство по охране окружающей среды. Дальше готовится пакет документов и направляется в Росфоресурсы федеральный орган. Федеральный орган рассматривает, принимает решения, если обоснование достаточно, и выделяет средства, субсидии на разработку проекта и дальше на реализацию этого проекта. И здесь вот наступает очень интересный момент. Росфоресурсы, как правило, поддерживают такие проекты, которые идут не чистой расчисткой, а связаны одновременно еще и с благоустройством прилегающих территорий. А это полномочия органов местного управления. Поэтому мы и говорим, что нужен комплексный проект, который параллельно может проводить или учитывать работы по расчистке водных объектов за счет федеральных средств и одновременно проводить работы по благоустройству за счет муниципальных средств. О чем мы говорим, когда говорим о благоустройстве? Конечно, хотелось бы видеть, чтобы это были чистые, ухоженные территории, с какими-то посадками древесно-кустарниковой растительности, с какими-то дорожками для прогулок, может быть, велосипедные дорожки, чтобы в конечном счете эта территория дальше работала как рекреационная. И мы с вами говорили о том, что есть такое понятие ленточных парков. Вот это формат именно создания ленточных парков. Собственно говоря, эти артерии могли бы стать основой градоэкологического каркаса, наверное, нашего города. Безусловно. Мы все время говорим о том, что нам не хватает территорий в городе для создания новых парков, скверов. Вот, пожалуйста, свободные территории, захламленные сейчас, невостребованные. Я думаю, что если бы администрация взялась за облагораживание, жители города сказали только спасибо. Алла Викторовна, вот этот процесс попадания в программу федеральную, сколько времени, если вот заняться прямо сейчас, приступить к работе, сколько времени может занять? Ну, я думаю, что обоснование, как правило, делается с обследованием. Все-таки в сезон летний-весенний мы уже сейчас, по большому счету, не успели. Соответственно, это должны быть работы 2017 года, тем, чтобы успеть подготовить заявку, ну, к осени 2017 года. Тогда можно рассчитывать на выделение средств на 2018 год, на разработку проекта. Ну, собственно говоря, если в приоритете проекты, которые содержат элементы благоустройства, может быть, вообще там более комплексные, то это вот как раз время до лета. Да, они поддерживаются в первую очередь. У нас год, чтобы разработать все эти проекты и получить первое финансирование для первого этапа работы. Да, да, да. Именно такие комплексные проекты, извините, Светлана, они в большей степени поддерживаются Росводресурсами и считаются приоритетными. Где вы видите здесь проблемную зону или, может быть, несколько зон? Вот за время, пока вы же эту идею уже два года продвигаете, на самом деле. Знаете, сейчас все-таки сложно сказать. Это действительно не просто голые слова обследования. Это должны сделать специалисты. Пройти по двум рекам Хлыновка и Люльщенко, мы об этом говорим, да, и посмотреть такие участки, которые с одной стороны действительно захламлены, может быть, там какие-то заторы есть, да, и при этом надо, чтобы эти территории были вблизи жилого какого-то сектора, чтобы их можно было в последующем развивать под рекреационные зоны. То есть, если это зона промышленности рядом, ну, это не столь интересно с этой точки зрения территории. Спасибо, Алла Викторовна Албегова, директор Института химии и экологии Вятского государственного университета, член рабочей группы Перегородской администрации. Мы сейчас прервемся на одну минуту, после чего вернемся и продолжим обсуждение возможности благоустройства городской среды вблизи естественных водоемов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. Оттолкнемся от речки и благоустройства городской среды вблизи естественных водоемов. Тема сегодняшней программы Урбан у нас в студии Александр Шклёда, архитектор, член Союза архитекторов России Иван Губин, директор Протехнического института ВятГУ и Константин Кропанев, член рабочей группы по экологии при администрации города Кирова. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101, если вам не безразлична тема, которую мы сегодня обсуждаем, пожалуйста, звоните, рассказывайте свое мнение. Может быть, у вас есть предложение, и вы вообще готовы поучаствовать в этом процессе. У нас на сайте хакеров.ру и в нашей группе ВКонтакте есть голосование. Опрос сегодня звучит так. Считаете ли вы, что город должен начать проект по расчистке благоустройства рек Люльченко и Хлыновка? Конкретно мы задаем вопрос. И да, пусть там будут парки, инфраструктурные объекты. Нет, пусть останется все как есть. Проголосовало ВКонтакте 356 человек. Мы благодарим ресурс «Строим Киров» за то, что они помогают нам и дублируют наш опрос. ВКонтакте 356 человек. Это очень всегда репрезентативно. 91,9% хотят, чтобы развивались реки и инфраструктура вокруг них. 8,1% не хотят. И я могу даже сказать, почему. Сергей Жуков пишет. Нет, эти речки протекают по чьим-то территориям. И если еще, кроме капремонта, нас будут брать за это, то, ну, в общем, денег. Думаю, что возьмут с людей за то, чтобы вот такие проекты реализовать. Дальше опять. У нас дожди, дороги. А вы тут про реки. Этот же Сергей Жуков. Далее, ну, вот все Сергей Жуков у нас тут пишет. Ну, в основном, значит, люди не верят, что вообще это реально сделать. Что для них что-то такое сделает город. Что на это найдутся деньги. И, естественно, жалуются на дороги. Прошу вас голосовать. Продолжайте, пожалуйста. Вы когда, Иван, когда вы писали свою диссертацию «Очистка малых рек», там на что делали акцент? Там больше технологические вопросы будет. Потому что тема-то для Сибири такая довольно... Красноярск. Красноярск, Иркутская область. Водные объекты, так же, как в свое время Вятка, использовались в качестве транспортных магистралей для доставки листых материалов. Соответственно, процесс эксплуатации происходил утоп. И, в общем-то, приводит... Это то, что у нас с Вяткой произошло. То, что с Вяткой произошло, то, что произошло там в Красноярске с Маной, с рекой. Объекты были выведены фактически из эксплуатации. И тем самым была утрачена и транспортная магистраль, как таковая. И провело к деградации прилегающих поселений. И, соответственно, был интерес подумать о том, как с этой проблемой бороться. И как это сделать еще и финансово интересным проектом. Поэтому, собственно, тема исследования была именно такая. И что? Вы пришли к выводу, что это, может быть, с финансовой точки зрения очень интересно. Да, конечно. Реализовался этот проект? Ну, ввиду ряда ментальных ограничений для нашего государства, к сожалению, нет. Что значит ментальных? Ментальных ограничений, когда появляется проект, который, может быть, финансово очень интересен. И, в принципе, есть инвесторы. Если люди, принимающие решения, не имеют к этому никакого отношения, то, как правило... А, вот. Ну, то есть вы не смогли сформировать группу лоббистов. Это проблема. Между прочим, в диссертации надо было ставить такую задачу. Ну, потому что без этого никогда, конечно, должна быть группа поддержки. Докторская продумывается. Все, да, вот этот след, все мы уже поставили, да, тему докторской. Как создать группу поддержки для реализации таких проектов. Александр Елизарович, с точки зрения возможности создания вокруг наших вот этих рек каких-то объектов, будь то парки, вот сейчас Алла Викторовна упомянула ленточные парки, будь то какие-то, не знаю, еще объекты инфраструктуры, может быть, даже строительство каких-то зданий, образовательных учреждений. Это вообще перспективные такие вот площади, территории? Ну, во-первых, город — это живой организм. Боже мой, напугала, Аня Лапшина, наш редактор, напугала нашего спикера. У нас есть телефонный звонок, давайте примем, потом продолжим. Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Казаков Роман Николаевич. — Да, Роман Николаевич. — Я хочу сказать пару слов. — Давайте. — Про Клыновку, конечно, не знаю. Хотя и Клыновка, и Люченко, чем они хороши, и чем хороша река Вятка, что на Вятке, насколько я знаю, на Люченко и на Клыновке нет ни одной плотины. То есть в Вятке в эти малые реки может подниматься рыба на нерест. Это раз. Во-вторых, то есть это важно, чтобы они были чистые. Во-вторых, речка Люченко — это потрясающая река, которая в народе называется «бензиновая речка», поскольку туда сливается и масло, и всякая пакость, прочее, прочее, но она живая. В ней живет и рыба, и лягушки, и андатры, и, конечно, чистить ее — это просто 100% необходимо. Лет 7 назад медвежат ее чистили, молодая гвардия, но с тех пор она стала загажена, загажена, загажена. А речка-то вообще-то хорошая. Ее нужно просто загнать в трубу, как в Ежегородской области многие реки, в Нижнем Новгороде, и где-то сделать выход наружу во время половодки, чтобы она не разрывалась, и все отлично будет. Она же течет по городу, загнать трубу, а сверху сделать насыпи, построить там торговые центры, стоянки, парковки, что угодно. Да, то есть вам не нужны зеленые зоны? Нужно все загнать в трубу и под асфальт? В трубу вывести несколько участков таких, да? Да. Вот в Нижнем Новгороде так сделано. И красиво. Люди и купаются в этих маленьких речках, и отдыхают. Парковые зоны. Ну, то есть вы за то, чтобы... Тем более, что я в Быкову подавал обращение в 2008 году. Например, в Быкове это все подавал в письменном виде. Он взял, головой покивал, а вот и ныне там. А, Владимир Васильевич в курсе, чего хочет народ. В курсе, 8 лет назад. Он уже 8 лет назад. А мы спросим, он сейчас у нас идет в законодательное собрание, даже ожидается, что он будет председателем его. Так что вполне возможно, как-то с этой точки зрения ему будет виднее и инициативнее. Спасибо. Я скажу чисто по-русски. Сижу предание, а замериться с трудом. Ну, ничего, мы же руки-то не складываем. Мы же не из тех людей, правда? Нам могилку рано рыть. Мы точно. Спасибо большое за комментарий. Ну, так вот, кстати говоря, предложение и уже даже сравнение с Нижним Новгородом, где речки облагорожены. Ну, чего уж тут говорить. А вспомним Казань, конечно, там, да, о чем говорить про Москву. Тем не менее, есть и другие города, которые этим занимаются. Продолжаем с Александром Шклёдой. С точки зрения архитектора, как это могло бы выглядеть? Ну, я уже начал говорить, что город – живой организм, а реки – это артерия кровеносных сосудов. И от того, в каком они состоянии, значит, ну, и, соответственно, здоровье города зависит. Поэтому Алла Викторовна уже сказала, что это комплексная тема, то есть комплексный подход должен быть. Во главе угла, наверное, всё-таки вопросы экологии. То есть реки должны быть чистыми прежде всего. Начать с расчистки. Потом, если промпредприятия находятся вблизи или, ну, буквально прилегают к рекам, надо их выносить. Потому что это… А у нас они есть. Да. У нас большинство… Ну, как-то так получилось, что очень много предприятий, не только в Кирове, во всех городах, у нас сотни малых рек. И они страдают от сбросов с промпредприятий. Комплексный подход должен быть. Вопросы благоустройства, озеленения – да, этим нужно заниматься. На берегах рек должны скверы, парки располагаться. И насчёт каких-то торговых центров и прочее. Ну, где-то может быть, но в основном это должны быть элементы, ну, такие элементы, связанные с зелёные массивы. Рекреационные зоны. Да, рекреационные зоны. Это во многих городах, и Казань, и Нижний Новгород. В Москве сейчас плотно этим занимаются. Ну, технологии-то все есть. Вот, кстати говоря, Алла Викторовна Албегова упомянула, что прежде чем приступать к расчистке, да, вот нужно будет провести исследования, подготовить материалы. И там, конечно, работы, непочатый край прежде всего для учёных, да, например, и специалистов. Потому что это и химия, и гидрогеология, и химия, и там, да, потом уже экологи, а потом уже проектировщики и прочее. Ну, или параллельно как-то эти вопросы должны решаться. Но у нас ведь есть все эти ресурсы. Да, конечно. В регионе, правда. И у меня даже такое ощущение, что время от времени попытки что-то такое произвести были, наверное. Мы, кстати говоря, вчера на общественной палате, на комитете по экологии обсуждали тоже этот вопрос. Там был природоохранный прокурор, потому что очень много будет возникать там нюансов по законодательству, юридических каких-то вопросов. Очень серьёзно они должны быть проработаны. Я уже говорю о территории, которая прилегает к рекам. Если мы говорим о комплексном подходе к этим проектам, то мне представляется, что параллельно с исследованием самой реки, её русла и так далее, должна пройти работа городская по систематизации сведений по участкам, прилегающим к реке. То есть кто там что построил, на каком основании. Потому что там у нас есть и гаражи, там у нас есть и ангары, там засыпанные пол реки. Много чего есть на самом деле. И здесь вот это же всё какой-то бизнес на самом деле. Всё, что вдоль реки, в том числе и промышленные предприятия, это всё какой-то бизнес. И первое, на что жалуются эксперты, когда говорят о том, почему у нас в городе как-то не так всё развивается, как хотелось бы им, это отсутствие крепкого взаимодействия с бизнесом. Потому что город, конечно, бюджет дыра. И мы сейчас не говорим, что нужно от дорог забирать деньги и вкладывать, например, в разработку этого долгоиграющего проекта комплексного, но есть ресурсы. И мы об этих ресурсах тоже можем поговорить. Сейчас привёмся на рекламу двухминутную, после чего я бы попросила подключить эксперта Игоря Фомина. Это генеральный директор Центра подводных технологий из Челябинска. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Продолжается программа «Урбан». Здесь в студии Александр Шклёд, архитектор Иван Губин, директор Плитехнического института ВятГУ и Константин Кропенев, член рабочей группы по экологии при администрации города Киров, исполнительный директор компании «Ажи Финанс». У нас есть на связи Игорь Фомин, генеральный директор Центра подводных технологий «Аргонавт». Игорь, добрый день. Добрый день. Вот как удачно получилось. Мы как раз с Александром Юлизаровичем, когда беседовали по поводу рек, оказывается, что буквально на днях вы такой же проект и идеи закидывали ему, что называется. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт и где там круг ваших интересов в Кировской области лежит. С 2008 года мы планировали и развивали эту тему по всей территории России. Еще такой момент. Видите, река – это как артерия в организме. Как вы относитесь к этой реке, то и получаете на выходе. Это как сосуды. Если они загрязнились, то и река уже не столь эффективна. Умелеет глубина. Да, мы это все понимаем. Умелеет глубина и так далее. Игорь, мы это понимаем. Да, любое движение необходимо для того, чтобы мы почистили эту артерию, городскую реку. Где на это взять деньги, сразу вам скажет чиновник? У нас есть инвесторы, которые готовы вкладывать для этих проектов. Что же это за чудесные люди, которые готовы вкладывать деньги, чтобы очистить артерии? Где их интерес? Это понятно. Где их интерес? Есть интерес. То, что мы найдем, это будет наш. Это вы как китайцы в свое время. Вятку, которую хотели почистить, а китайцев не пустили. По крайней мере, мы-то деньги оставим в России. А в Китае не повезем. Расскажите, пожалуйста, на чем... Понятно, что получает город чистую реку, углубленное русло. Если мы говорим, например, о Вятке. А что ищут на дне? Где там ценности? Понимаете, мы же не говорим сейчас именно об археологии. Мы говорим именно с практической точки зрения. Естественно. Поднять судоходность реки, увеличить биоресурсы, биоразнообразие. Инвестору-то где интерес? Интерес у инвестора какой, Игорь? Интерес, смотрите, надо сделать комплексное обследование, мониторинг в 3D русло реки изначально. Нет, это методы. Я хочу, чтобы вы мне про деньги сказали. Где интерес инвестора? Что они получат? Ну, например, у Вятка очень песочно-наношная река. Поэтому строительство типичного завода, стекольного, еще какого-нибудь, где используется сырье, песок. Потом надо смотреть, какие иловые отложения, сопропилевые отложения возможны. Понимаете? А это что с этим делать? Это удобрение? Это удобрение, да, абсолютно верно. И это довольно дорогое оборудование сопропилей. Вообще есть у нас такой опыт в России? Где-то уже такими вещами занимались? Чистили реки, ставили заводы? Ну, заводы мы, конечно, не ставили, потому что если мы такой завод бы поставили, я бы уже не искал инвестора, а сам бы инвестировал в эти проекты. Потому что эти проекты действительно очень интересные. И они глобальные и затратные. Но, понимаете, этот проект, хоть он и глобальный, и затратный изначально, он имеет перспективу и, как говорится, баланс положительный. Да, где-то это уже воплощалось в России? Да, это постоянно воплощается. Где? Видите, я сейчас такой момент вам скажу. Вот помните, вы сказали, что китайцы обращались с этим предложением? Им отказали. На сегодняшний день, если нерезиденты обращаются с таким же предложением на территории России, им также будет отказано. Только местные, значит? Да, абсолютно верно. Поэтому у нас есть опыт с пикерскими компаниями, потому что это действительно очень затратно не только финансово, но и материально, и временные затраты. То есть должны найтись интересанты внутри области, которые будут участвовать в этом проекте. Да, абсолютно верно. Я вас поняла, Игорь, спасибо большое. Еще такой момент, что этот проект можно осваивать в любой области, потому что надо артерии, конечно, чистить практически в любой области. Да, нас-то наши интересуют, Игорь. Да. Спасибо. Поэтому давайте начнем с вашей. Это было бы замечательно. Спасибо большое. С удовольствием. Игорь Фомин, генеральный директор Центра подводных технологий «Арканавт» Челябинск. Ну, это где-то ваш коллега, да, наверное, и вам. Да, близко. Я думал, Игорь скажет еще про топляковую древесину, которая уже интересная китайцев. Насколько я знаю, имена была интересная. Да, Вятка отдельная, конечно, история. Это немалые реки, но это все равно город Киров. И, конечно же, ей тоже нужно заниматься. Но мы сегодня все-таки будем предметно говорить больше про Люльчинку и Хлыновку. Меня тут в перерыве коллега мой, Константин Кропенев, поправил, что я все равно финансы сбиваюсь. Я хотел, Свет, вернуться уже к некой экологической проблеме. Я не так, конечно, давно занимаюсь этой проблемой, буквально там полтора-два месяца. Но для меня стало неким открытием, что у нас в Кирове, в принципе, вообще не ведется никакой системной работы хотя бы за отслеживанием текучего состояния наших малых рек. То есть нет какого-то некого паспорта, нет какого-то документа, где бы отражались все гидрологические изменения, где бы отражались экологические изменения рек. То есть есть какие-то разовые там гидрометеоцентры, время от времени какие-то делают заборы воды, инициативные группы время от времени делают заборы воды, но это как бы носит некий разовый характер, а не системный. И, соответственно, в какой-то динамике это не отслеживается. Не отслеживается. То есть все равно, в моем понимании, должен какой-то быть паспорт, как минимум реки, где, по крайней мере, все изменения, которые там происходят с рекой, должно отслеживаться. Потому что есть такое чувство, что эта же хроновка может просто умереть через какое-то время. Я подключусь. Система гидрологических постов существовала в советское время. На всех водных объектах существовали станции, на которых отслеживались, собственно, гидрологические параметры объектов. За последние десятилетия эта система практически разрушена, и оперативных данных просто нет ни у кого. Просто брать замеры – это невозможно. То есть нужен стационарный гидрологический пост, который будет снимать гидрометрию. Но у нас есть, во-первых, какие-то вузы опорные в том числе. Есть сельхозакадемия, которая, в принципе, занимается, должна, по крайней мере, заниматься похожими проблемами. И я вчера практически до часу ночи сидел в интернете, искал какие-то материалы по поводу ситуации на реках. Я нашел единственный документ, который был подготовлен сотрудниками не наших вузов, а сотрудниками КЛЁНа. То есть КЛЁН – это химико-экологический лицей. Хотя бы они сделали какой-то некий документ, где они какую-то информацию систематизировали. То есть другой такой системной информации я просто-напросто не увидел. Ну, мы знаем, что прекрасно, что, конечно, река Хлыновка и Люльченко – это не какая-то монолитная артерия, если уж мы такие сравнения применяем. Потому что там есть масса стоков, конечно, которые ведут в эти речки. Есть какие-то там, наверное, ключи и прочее. Это тоже нужно все исследовать. Это действительно огромная комплексная работа. Поэтому мы сейчас и не говорим, что мы тут расфантазировались, и через год там будет город-сад. Хотя, кстати говоря, господин Перескоков, глава администрации, нам обещал к 2020 году, что у нас будет город-сад. Буквально. Это было на вручении премии журналистам. Вот 5-го числа, как сейчас помню. Правда, упоминали столько увеличение количества клумб в городе. Но, может быть, и дальше пойдут эти мысли. Главное – их сформулировать правильно и подойти с правильным предложением. Светлана, о чем перебью вас. А вы в курсе, сколько у нас тратится в городе на экологические проблемы в расчете на одного гражданина? Нет. 14 рублей в год. Откуда такая цифра? Есть бюджет, сколько заложено на проблемы экологии в городе Кирове. Эта сумма составляет 7,5 миллионов. То есть это по 2016 году. То есть в 7,5 миллионов это входит. Они, городская администрация планирует отремонтировать очистные сооружения в Коминтерне и, по-моему, еще в Ленгасово и почти 600 тысяч пруд у цирка, насколько я понимаю. То есть это получается 14, даже не 15, 14 рублей в год на одного гражданина. И самое главное получается, что граждане довольны, так скажем, финансированием вот этих экологических проблем по остаточному принципу. Потому что в этом же документе, который называется программа развития города Кирова до 2020 года, то есть там есть такая формулировка, что не более 6 жалоб граждан в год. А, то есть запланировано не более 6 жалоб граждан в год. То есть граждане не жалуются, у граждан все хорошо с экологией. Соответственно, город выделяет деньги на экологические проблемы по остаточному принципу. — А как это может быть заложено? — Нет, у них есть такое модное слово — KPI. То есть, соответственно, они же как бы тоже хотят... — Прогнозируют. — То есть они прогнозируют, что они что-то делают, что они что-то улучшают. И, соответственно, раз количество обращений и жалоб со стороны граждан не растет, значит, они работают хорошо. И с экологией у нас в городе все замечательно. — А вот это хороший вопрос. Может быть, в перерыве удастся связаться с Анатолием Курбатовым, красивой Кировой, и с другими активистами, которые мониторят как раз жалобы на экологическую тему. Посмотрите, сколько у них за год получилось этих жалоб. Но, кстати говоря, что касается финансов. Этот вопрос вчера тоже в общественной палате поднимался. Марат Ашерович Фрэнкель спрашивал, а сколько денег на экологию выделяется и почему так мало. И есть ли хотя бы какие-то еще ресурсы. Упоминалась в том числе и плата за нанесенный ущерб экологии и природе, которую платят предприятия, юридические лица и даже частные. В год примерно город Киров собирает 20 миллионов. Если мы говорим 20 миллионов, плюс порядка 10-12 миллионов за вырубку деревьев снимается. То есть это около 30 миллионов, в принципе, самых прямых денег есть. Но у нас проблема с тем, раз уж мы все-таки о финансах, у нас проблема с тем, что они не могут быть маркированы. Эти деньги, которые вроде бы занесенный ущерб и должны использоваться на восстановление, они идут в общий бюджет города, а дальше, правда, больше жалоб-то на дороги. И на другие какие-то проблемы. Понятно, что дороги... Однако баланс должен соблюдаться. Кость, я совершенно ведь с тобой согласна. И даже более того, в связи с тем, где мы сейчас находимся, спустя 20 лет после Советского Союза больше, денег-то еще больше должно быть, чем собирается за нанесенный вред на самом деле. И какие-то такие фонды экологические, которые были у нас, оказывается, в 90-х годах, городской экологический фонд, если мы говорим об озеленении, об устройстве парков, они должны восстановиться, потому что люди могут жертвовать, например, деньги. Предприятия могут вступать в какие-то такие проекты. У них должен быть люгальный способ помощи городской администрации в решении экологических проектов, инфраструктурных любых проектов, начиная от реставрации фасадов, заканчивая ленточными парками. Мы сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. И в начале следующего часа вернемся. У нас тема «Урбан. Оттолкнемся от речки. Благоустройство городской среды вблизи естественных водоемов». Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует...